Португальская «Бенфика» серьезно подошла к предстоящему матчу с «Локомотивом» и приехала за два дня до игры, рассчитывая потренироваться два раза, во вторник и в среду. Но во вторник тренировка не состоялась. По правилам УФА, поясняя ситуацию, «Эй, Сэм, нам положена одна 75-минутная тренировка». Но менеджеры команд друг друга не поняли. В результате «Бенфика» вернулась несолонно хлебавших, приютивших к отель «Пенто Ренессанс». В среду, в промозгло-осеннюю погоду, игроки носа из гостиницы не показывали. А разглядывали изыски гостиничной архитектуры, вспоминая родную, теплую Португалию. Некоторые в местном бутике присматривали традиционные российские сувениры. А когда подошло время обеда, команда мелкими этническими группками потянулась в уютный австрийский ресторанчик. Вечером, несмотря на атмосферное бесчинство, на поле стадиона «Локомотив» наконец-то состоялась тренировка. Часовое занятие скорее напоминало разминку. Сначала футболисты просто возились с мячом. А затем отрабатывали комбинации в одно касание с выводом игрока на завершающий удар. А в концовке португальцы проверяли реакцию своих вратарей. Игра «Локомотив» в Лиссабоне, говорит Мишель Крюдов, произвела на меня сильное впечатление. Ваша команда здорово держит мяч и заставляет соперника бегать. Победа «Бенфики» в Лиссабоне 1-0 не давала португальцам уверенности в благоприятный исход по сумме двух мячей. «Локомотив» под воздух необходим был быстрый гол. И он состоялся. Когда Саламатер на девятой минуте открыл счет, показалось, что наш последний российский бронепоезд взял курс вперед, в четверть финала. Но в середине первого тайма судья издания «Льпискер» зажег перед Буренко красный свет за второе предупреждение. Решение арбитра вызывает бурю эмоций у Семина. «Льпискер» настоятельно просит мятежного тренера покинуть скамейку. Оставшийся в десятером «Локомотив» оборотов не сбавил и продолжал доминировать на поле. Опасен был Саламатер, затерзавший оборону «Льпискера». Но его удары цели больше не достигают. Второй тайм открыл гол Гарреса после удара со штрафового Косолапова. Однако судья на линии зафиксировал офсайд. И пока россияне переживали случившееся, Каладу организовал быструю контратаку. И выведенный им на удар Пандуру пробил точно в дальний угол. 1-1. Но «Локомотив» пропущенный гол не сломил. И на 58-й минуте «Гаррес» на левом фланге обыгрывает «Бермудеса». И ударность по ноге защитника все-таки забивает свой гол. И выводит «Локомотив» вперед. 2-1. У железнодорожников забрежула надежда. Но игра полтора тайма в десятером против команды высокого европейского класса не могла не сказаться. Последует провал в обороне. И Денизетти, оставшись один на один со Общинниковым, сделал свое черное дело. 2-2. Денизетти мог забить еще раз. Но на пути мяча встала правая рука Общинникова. Да спасительная грязь. А гол Жао Пинту после навеса Димаша на предпоследней минуте уже ничего не решал. Бенфико выигрывает 3-2. А последний российский «Локомотив» сходит с рельс Еврокубков. Вы, в общем-то, подарили «Локомотиву» надежду. Что случилось потом с командой? Судья подарил надежду Бенфике. Бенфика есть Бенфика. В каком бы состоянии она ни была, все равно это одна из лучших команд Европы. Понимаете? И... Ну, они могли, конечно, сыграть и сильнее, я думаю. Просто, может быть, даже мы им помешали.